Сегодня более 80 первоклассников впервые переступят порог нашей школы. Школа! Встречай своих самых маленьких учеников, своих первоклассников! Первого сентября проходят по всей стране торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В школе номер 10 праздник прошел по всем канунам. Большие белые банты, красивые букеты и, конечно же, куда же без традиционного первого звонка данной первоклассницей. А пока пусть громко переливается первый сентябрьский звонок. Он призывает не только в классы, но и к порядку, к дисциплине, внимательности. С праздником вас, дорогие ребята! Громкие аплодисменты! Пусть этот школьный звонок Депсипов удачного учебного школьного года! Вот так мы сейчас поаплодируем! Столько отдельных пятерых, четверых хороших получим! Не обошлось в этот день и без волнения. Еще вчерашние детсадовцы с неуверенностью и тоской перешагивали школьный порог, заслуженно становясь первоклассниками. Я волнуюсь, что я буду учиться там на четверке, на тройке боюсь, что получилось. Помимо детей переживали их родители, которые пришли пожелать успехов и поддержать своих детей в этот важный для них день. Ощущения великолепные! Наконец-то у меня ребенок дорос до школы! Я рада! Желаю ему огромных успехов! Пятерок! Он у меня умничка! Уже умеем читать, практически писать! В школе готовы! А вы сами волнуетесь? Волнуюсь, коли не трясутся! Правда! Очень волнутое, очень трогательное ощущение, потому что на самом деле это очень волнительно, когда ребенок идет в первый класс. Это очень сложно. Девочку надо было собрать, все подготовить, поэтому, ну да, переживательно. Больше не ее навелось? Наверное, больше не ее. Конечно, хочется, чтобы каких-то успехов достигало. Конечно, хочется всего самого хорошего для ребенка, как, наверное, все родители хотят, чтобы все самое лучшее, все на пятерке, на четверке. В общеобразовательных классах первый урок в этом году был посвящен будущей профессии. А потом классные руководители провели познавательную беседу. А урок кадетских классов посетили сотрудники МЧС. Они провели детям мастер-класс на тему «Основы безопасности и жизнедеятельности». Ртуть разливается, да, когда при разбитом градусе. Что делать? Прежде всего, значит, открыть, проветривать помещение. Курисоски нельзя собирать, потому что дополнительный будет спылить, то есть пары будут еще больше. Поэтому тихонечко, аккуратно, все собираем. На торжественном мероприятии удивили всех своим неожиданным выходом выпускники. Они исполнили совместный танец с классным руководителем. Татьяна Безымянова Выпускница школы Татьяна Безымянова поделила своими эмоциями и планами на будущее. Не, несомненно, волнуешься, потому что это последний твой год в школе. Он такой... Вчера был, наверное, очень сильный мандраж. Сегодня, когда я одевала форму, я понимаю, что это мое последнее первое сентября именно в школе. Это очень волнительно, потому что это ни с чем не сравнится. Даже не было такого волнения, когда я шла в первый класс. Я хочу поступить в ВУЗ Министерства обороны. Это... Я не скажу, какой именно ВУЗ, потому что это будет секрет. Но я свяжу свою жизнь с военными, потому что я тоже являюсь участником кадетской роты. Праздник посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Лапшина Наталья Михайловна. Разрешите мне от имени главы администрации нашего города Бориса Владимировича Беляева и от себя лично искренне поздравить вас с праздником Днем Знаний и с наступающим, наступившим уже сегодня Новым Учебным Годом. Я желаю вам в Новом Учебном Году сил, терпения, здоровья, новых идей и новых побед. К новым знаниям. Ура! Всей дружной 10-й школы. Наталья Михайловна вручила почетные грамоты особо отличившимся ученикам школы на различных олимпиадах. А преподавателям за добросовестный труд на благо образовательного утверждения. Спасибо вам большое. Даже сильный ветер не смог подпортить настроение пришедшим сюда ученикам и их родителям. Ведь впереди их ожидает насыщенный учебный год как по учебной программе, так и по нововведениям. Ведь их ожидается немало. Ну, во-первых, нас стало очень много. Было до 500 детей у нас в прошлом учебном году. В этом году у нас более 550 детей. И нам пришлось выселить вечернюю школу и туда разместить кадетскую роту. В кадетской роте там 4-5 класса. В этом году, начиная в кадетской роте, мы набрались с первого класса. Также в этом году, в новом учебном году, мы 10-й класс. Ребята выбрали социально-экономический профиль. Очень интересный профиль, надо сказать. В учебном плане давно уже не изучают экономику, право. А социально-экономический профиль подразумевает изучение именно этих предметов. Дети будут учиться писать проекты. Это тоже очень современный важный шаг. Я думаю, что если они с детства будут уметь проектировать какие-то инновации, какие-то свои идеи, то это тоже будет интересно у них воплощаться в жизнь. По окончании мероприятия ученики школы были приглашены на концерт, посвященный Дню Знаний. Организаторы стали работники Дворца культуры «Рассвет». Подобные мероприятия проводятся для всех школьников. По словам организаторов, ежедневно будут приглашаться в Дворец школьники из различных общеобразовательных учреждений. Вы, как уже сказали, это действительно праздник, это школа, новый учебный год. Вы знаете, как мы были маленькие, мы хотим идти на 1 сентября, все новое, бантики, все красивое. И, соответственно, этот праздник мы устраиваем детям праздник. И во время этого также еще и поучительные какие-то там, то есть увидели и игры, и хорошие манеры, и у нас мальчики за девочек, и портфель они собирали. То есть вроде бы веселье, еще и что-то познавательное. То есть сейчас у них там проходит веселая дискотека. С начала учебного года у детей начинается не только учеба в школе, но и посещение различных кружков, клубов и секций.